Всем привет! Сегодня я собираюсь, потому что завтра утром мы вылетаем в Тбилиси. Со съемочной группой мы летим на презентацию нового Лексуса, огромного какого-то джипа. И я буду писать звук, реакции журналистов, в общем, все, что там будет происходить. Я решил сделать из этого небольшой блок. Вот, и, так сказать, запечатлеть все с самого начала. Сейчас я нахожусь на стадии собирания сумок и оборудования. Вот, сейчас все оборудование я положил к себе в ручную кладь. Решил, что не буду давать его в багаж. Я поэтому взял очень крутой рюкзак у Влады. Рюкзак этот ей достался от журн-крана третьего, это стадикам. В этом рюкзаке можно прям разместить оборудование прям по сегментам. То есть, очень удобно. Каждый сегмент отделяется такой, как бы, стеночкой. И прям не соприкасаются друг с другом, очень легко он открывается. Там даже есть отдел для компьютера. С этим рюкзаком и с багажом завтра поеду в аэропорт. Так что, если вы еще не поставили лайк, обязательно это сделайте. Подпишитесь. И вас ждет очень много интересного. Что, ребята, я уже в Лавнуково. Обдор радует, что через сколько-то, там, 5 часов я буду уже в Грузии, где плюс 12 обещают. Вот. Сейчас здесь, конечно, очень холодно. Сейчас иду встречаться с ребятами. И вылетаем через 3 часа. Прошли контроль. Сейчас будем ждать посадки. У Сени, нашего оператора, очень удачно оказалась с собой карточка с бесплатным проходом в бизнес-лаунж на 4 персон. И мы решили провести утро с пользой и с удовольствием. Возьму омлетик немножко. Класс. И перекрывайте кому-то. Пусть начиняют сами и поют. Как известно, прямого рейса из Москвы в Грузию не существует. Поэтому мы летим в авиакомпании Armenian Airlines с пересадкой в Ереване, которая длится всего 30 минут. Да, и такая короткая пересадка не подразумевает даже выход из самолета. Арсений, вы на следующий выходите? Да, я продлевал. В общем, сейчас люди, которые должны были выйти в Ереване, они вышли, как маршрутки. А мы тут берись, летим, сидим и сейчас полетим дальше. Просто первый раз такой, вообще обалденно. Самое время познакомить вас с нашей Dream Team. Итак, Сеня. Ценитель и эстет всех видов и направлений культуры. Композитор, дегустатор вина и, конечно, в первую очередь, оперпост. Паша. Юморист, шутник и просто веселый паренек. Может и на дроне полетать, и на серфе раздать. А у нас он второй оператор. Кристина. Лучший продюсер по версии Сени, Паши и Егора на начало декабря 2021 года. А также прирожденный любитель и знаток грузинской кухни. В общем, здесь такая тема, что туда вызовут такси. Мы приехали не в тот отель, и сейчас мы пытаемся вызвать еще два такси. Но они почему-то себя отменяют, едут вообще в другие стороны, не берут наш заказ. Стоим на улице, не знаем, что делать. Сейчас ребята выясняют, что-то мне холодно. Я даже зашел тут стоять, погреться. В общем, нашли мы наш отель. Называется Urban Hotel Boutique. Наконец-то мы заселимся в отель. Надеюсь, что мы пойдем уже есть, потому что есть хочется немоверно. Как же без рум-туры, ребята. Ну, свет. А, вот тут. Да, три кровати. Такая вот комната. Санузел. Сходили в очень крутой ресторан. Какая Грузия без вина, без хачапури. Все попробовали, конечно, очень вкусно. Сейчас ребята отдыхают. Так, Сеня решил прикорнуть немножко. Ну, не съезжаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сейчас, ребята, зайдусь в парк, а я пойду во все, кто купил все капли для нас, что-то насморк. И заодно прогуляюсь немножечко по городу. Отель Сампа, в котором мы завтра будем снимать, кстати. Очень интересное место, потому что это как и библиотека, и отель, и лаунж-зона. То есть, да, люди приходят просто посидеть, так отдохнуть, почитать книги в приглушенном свете, послушать музыку. Вот, такое интересное место. А еще там есть магазинчик. Вот, в этом магазинчике продают очень много всякого интересного барахлишка. Это чисто окно, вот, какое-то из русской деревни. Что, смотришь вообще? Это же обалдеть. Дом 12. Ифелева башня какая-то. Что это такое, интересно? Вот здесь уже наш отель. Ребята, расскажите, на что вы снимаете сегодня? Ну, это камера. Так. Вот. Она может снимать 4К. Может даже 6К. Чувущие. Да. Не знаю, зачем мы на них снимаем. В принципе, у пленки выше разрешение. А почему, зачем вот эти вот, у вас такие палки поднимут? Палки, слушай, чтобы держать удобнее было, да? Понял, понял. Держать, бодать, вот. С Тедикам у вас тоже, да, смотрим? Ну, да. Подготовленные дроны будут? Дроны будут, да. Андрюха приедет, да, чуть позже. Класс. Там раскрути вот эти металлические стопоры. Да. Что ты дальше? Такой прекрасный вид ждет вас на пятом этаже отеля Urban Hotel. Погода, кстати, свежо, но не холодно. С градусов 8, наверное, да, 10. Мы сейчас поели с ребятами и поедем сейчас снимать машину. Честно говоря, вообще не понимаю, как меня сюда занесло. Прекрасное место. Хочется оставаться здесь прямо еще подольше, но у нас всего несколько дней. Ладно, будем наслаждаться, пока есть вагон. Арбат, ваше место. Это пешеходная улица большая, да? Да, там все. Прекрасная, шумная улица Тбилиси. Это одна из главных улиц. Таксист, который знает город, привез ее сюда. Вот, чтобы ребята могли поснимать красивые планы. Пейзажи, дома, детали. Приехали к статуе царя Вахтанга Гаргасали. Здесь такой храм офигительный просто. Смотровая площадка, фуникулер, поднимающий людей на самый верх. Расположенный на берегу реки Куру, храм Метехи упоминается в исторических источниках с 13 века. Интересно, что располагавшаяся рядом крепость разрушалась и отстраивалась заново много раз. Но храм удавалось оставаться практически нетронутым. Даже сам Лаврентий Берия выдвигал проект по сносу церкви. Но у него ничего не вышло. Так как Бериси находится в ущелье между холмами, жилые кварталы располагаются ярусами друг за другом. Дороги здесь очень похожи на старые улицы кипрских деревень, которые точно так же под крутыми углами прорезают собой населенные пункты. Только здесь они, конечно, чуть пошире. Старый город – это в первую очередь колорит местной культуры, где каждый дом будет не похож на предыдущий. Каждый балкон будет радовать глаз оригинальным резным орнаментом. А в хорошую погоду вам будет казаться, что вы пропутешествовали во времени. Настолько здесь аутентично. Если говорить про звучание города, то она очень и очень разнится. Пройдетесь по центральной пешеходной улице и не сможете услышать идущего рядом собеседника за ревом проезжающих мимо автомобилей. Подниметесь в старый жилой квартал, будет лишь звон в ушах и отголоски лая собак. Инициатива была после ночи. Призначально не было. Остало время обеда. Ждем обедаем. После вкуснейшего ужина в одном из ресторанов Тбилиси, который нам посоветовал таксист, мы вернулись в Стамбу, где производили запись презентации нового Лексуса. Клиент, которому не надо течиться, который самодостаточен, который самореализовался. Я говорю, конечно, про ядро нашего клиента, которому не надо... Что, съемка прошла. Кто-то вот уже отдыхает. Как, например, Сеня. Кто-то просто, как мы с Пашей. Вообще вся эта презентация проходит в одном из, мне кажется, лучших отелей Тбилиси. Это отель Стамба. Посмотрите в интернете более подробно о нем. Он очень классный. Тут куча всяких террас. Тут можно просто прийти в лаунж-зону. Все такое вот поюзанное, но в хорошем смысле. Здесь такое ретро, такое текстурное, фактурное. Есть много очень книг, библиотеки, кафешки именно на территории этого отеля. И любой желающий может прийти с улицы, просто посидеть и отдохнуть, как бы попить чашечку кофе в такой приятной атмосфере. Вообще хочется сказать, что здесь в каждом ресторане практически очень вкусно. Вот и не только из-за того, что здесь готовят вкусно, а просто продукты другие как будто. И если сравнивать с Москвой, прям ощущения совсем другие. Ну что, ребят, день третий. Проснулись, как всегда, рано. В 6.50. Сейчас нам дали Lexus. Модель GX 460. Машина, честно, просто бегемотища. В топовой какой-то комплектации, видимо. Красный кожный салон. Тут все по люксу. Вот. Сейчас ждем, пока гости рассаживаются по своим автомобилям. Ребята их пока поснимают. И дальше мы едем за ними. Давай сними в зеркало. Красивый глаз. Можешь? Я не смотрю в глазах. Я нет, я не смотрю. Просто синий будет. Да. Очень красивый. Я сам такое никогда в жизни. Ого! Как так случилось? Он сбоку сорвало. Он сбоку сорвало. Он полностью по всей окружности. Хрен пойми, что такое. Кузов абсолютно не задет. То есть, кузов абсолютно нормально. Мы даже не поняли, как задели. Жесть. Жестко. Сейчас будем снимать с дрона. Спешит опять. Скажи ему. Да, он нас догоняет. Надо ему сказать про скорость. Нет, нет, нет. О, так красиво. Это реально крутая колорка. Я уже не знаю. Обгоняй день. Сейчас. Дождите. О, твою мать, как больно. Обгоняй. Это? Да, вот, вот. Супер, супер. Давай, давай так. Ой, май, вы. Что там, американцев вызывали, да, чтобы снимать? Очень круто. Я ни разу не был в Грузии и, честно сказать, приятно удивлен тому, что увидел. Невероятной красоты горы, дикая природа, колоритные люди, все это чем-то напоминает Россию. И на минуту как будто забываешь, зачем ты здесь. Крепление оператора получается, да, такое? Здравствуйте. Пойдешь на крючку? Нормально. Переполи речку. Длинный вообще. Так, а вот это уже тот самый. Тут обед же можно. Да. Здесь люди обедать. Просто какая-то деревушка космическая. Такие вот улочки, дорожки, домики. Все очень красивое. Все это в горах. Здесь такие пейзажи невероятные. Какой-то в сказку попал просто. Открывай, открывай, открывай. Офигеть. Это же просто, обалдеть. Это горизонтально. Это только горизонтально. Итак, рум-тур очередного номера. Такое в стиле нью-йоркского метро. Росписи всякие. Еще очень прикольные надписи на полу. Magic screen. Телевизор. Postcard station. А чтобы открыто писать своим родственникам. Just to impress. Так выглядит душевая. Давай. Старик. Что ж, вернулись обратно в наш отель. Дегустация прошла отлично. Взяли интервью у героев. Но получилось больше постановочное. Не живые кадры. Не то, как изначально хотели. Поэтому решили завтра сделать таким вот кульминационным днем. На него все перенесли. Все важные части нашей смены. А сейчас мы идем ужинать. Ужинаем его в нашем отеле. И после этого мы наконец-то поспим. Всем снова доброе утро. Сейчас мы встали в 7 утра, получается. И едем уже на локацию, чтобы поснимать детали машины. И туда же приедут сразу гости. Потому что сегодня такой же ранний выезд. Но дорога совсем другая. То есть она будет такая же красивая. Даже может быть еще более красивая. Но другой маршрут. Ладно, спускаюсь на завтрак. Собираемся. Готовимся. Уже светает. Как всегда, красиво. По второму маршруту мы проходим устье реки. Тут жесткое бездорожье. Показывает, на что способен новый Lexus. Посмотрите, вот. Ребята снимают. От колеса отъехать? Нет. К сожалению, просто сенсоры не дадут. Козочки пришли. Мы приехали в монастырь на горе. Офигенные виды. Но дорога очень тяжелая. То есть вот на джипе. Вот еле-еле прям в притык. Наверное, конечно, в пневмоподвеске было бы комфортнее ехать. Чем на обычной. Но джип это маст хэп. Сюда ехать очень муторно. Очень долго. Но виды того стоят. И тут, кстати, вообще никого нет. То есть такой стоит небольшой монастырчик. И, собственно говоря, все. И пустота. Горы. Боже, посмотрите, какие тут виды. Это просто сказка. И тишина. Доброе утро. Классно? Это он красивый. Да не, мне нравится кинзмарауль. Вам как кинзмарауль? Это душа. Это соль. Хлебасон. Звонишь в аэропорт и спрашиваешь, можно ли провести больше трех литров? Для тебя. Для тебя можно, брат. Тебе можно. Для меня можно. В итоге взял такой кинзмарауль. В 2020 года все очень вкусно, как говорили. Но попробовал, там инфестация была. Букрутили, потому что долго хранится. И вкус не сильно отличается от того, которое разливное. Но разливное только два дня можно хранить без холодильника. И сразу упивать, значит вкус меняется сильно. Вкусно здесь очень вкусное и очень дешевое. А одна бутылка стоит 20 лари. 20 лари это где-то 450-500 рублей. Причем очень хорошее качество. Видите, конечно, прекрасный город. Хотел бы сюда приехать, отдохнуть. Вот как видишь. Очень гостеприимные, дружелюбные люди. Вино, еда. Очень, очень крутая. Вот, практически в каждую сбегалку, в которую не зайти, еда просто будет офигенная. В общем, путешествуйте и получайте от этого удовольствие. Все, пока. Почему лифирм? Я буду просто есть. ПЕСНЯ Продолжение следует... И чтобы это песня о тебе, и чтобы никто не догадался, и чтобы никто не догадался, что это песня о тебе, и чтобы никто не догадался, и чтобы никто не догадался, и чтобы ты не догадался, и чтобы никто не догадался, и чтобы никто не догадался.